Ребят, всем огромный привет! Сегодняшний ролик я хочу посвятить продуктам сайта iHerb, те продукты, которыми я пользовалась. Хочу оставить свое мнение, отзыв о них. И не планировала, честно говоря, снимать это видео, но вчера у меня в рекомендованных, я думаю, у всех пользователей зарегистрированных в YouTube выплывает рекомендованное видео. И увидела видео, посмотрела с удовольствием, называлась оно «Лучшая и худшая сайта iHerb» и подумала, почему бы у меня не снимать такое видео, потому что я тоже заказываю с этого сайта продукты. И благо на сайте iHerb, когда заходишь в аккаунт свой, можешь посмотреть историю заказов. И я, в общем, заглянула. Сначала мне показалось, что не так уж много я попробовала, но когда заглянула в историю заказов, увидела, что на видео этого предостаточно. И не все продукты у меня есть, которыми я заказывала, просто многие закончились. Я просто выбросила упаковку, от них. Буду показывать то, что у меня есть, расскажу, что нравится, что не понравилось, что стоит без дела. И начну, давайте, с последнего заказа, который я заказала где-то месяца два назад. Это были, в принципе, продукты по уходу за лицом. И начну я вот с такого… Да, давайте я скажу сначала пару слов о сайте iHerb, потому что там, может кто-то не знает. Сайт iHerb – это вообще, наверное, всемирный сайт, потому что доставка существует по всему миру. Можно заказать в страны СНГ. Вообще это, как считается, я так понимаю, американский сайт. И сам сайт позиционируется как сайт органических продуктов, натуральных. Там можно найти много чего, начиная с кистель для макияжа, который я тоже сегодня вам покажу, и заканчивая всякими вкусняшками без химических добавок, которые я тоже заказывала, но показывать не буду их, потому что мы уже их скушали. И поэтому буду показывать только то, что есть. Итак, начну я с тоника для лица. Этот тоник является хитом iHerb, бестселлером. И даже когда вы заходите на сайт iHerb, заходите в раздел, iHerb подсказывает сам, какие продукты наиболее популярны на этом сайте, в этой категории, в данной. И вот если зайти на категорию красота, уход за лицом. Сразу видите, тоник для лица, 355 миллилитров, и он идет с алоэ верой формулы. Большая упаковка, за месяц полтора-два я израсходовала такое количество. Я думаю, этой упаковки хватит минимум на полгода. И он действительно очень классный, стоит при этом он недорого. Сразу скажу, что все ссылки и названия точных продуктов, которые буду показывать, я оставлю в описании под видео. Вы можете посмотреть точные цены, потому что конечно же, я их не помню точно, но примерно вот этот тоник стоит от 6 до 8 долларов. И я считаю, что это бюджетный продукт. И исходя из того, что его хватит на полгода, как я уже сказала, примерно, может даже и больше. При этом он хорошо работает, хорошо тонизирует кожу, подходит для чувствительной кожи, потому что у меня кожа чувствительная. Он не создает такого сильного тонизирующего эффекта, как некоторые тоники, которые у меня есть. Они настолько сильно тонизируют, что лицо потом после них покрасневшее или покалывание сильное. Тут такой легкий, мягкий эффект. И при этом он еще хорошо собирает остатки макияжа, которые остались после умывания, тональный крем, биби-крем, после протирания лица этим тоником. Все остатки собирается на ватном диске, это хорошо видно. И уже протонизировав лицо, и одновременно сняв остатки макияжа, который не смылся, я наношу сыворотку в данный момент. Раньше я крем наносил, а сейчас я наношу сыворотку. И еще один крем. Сейчас я пользуюсь исключительно продуктами сайта iHerb. И это вот такие два продукта. Начну вот с этой сыворотки, давайте. Это сыворотка от фирмы бренда DERMA-E. На данный момент это популярная марка на YouTube. Многие блогеры ее хвалят. И, в общем, тоже она, по-моему, заявлена как органическая. И многие хвалят именно серию увлажнения, питания. Я в этот раз рискнула. Продукт, сразу скажу, не дешевый. Точно не помню цену, но я думаю, что он стоит больше 20 долларов. Продукт недешевый, да. И я рискнула. Я заказала серию желтенькую. Это серия с витамином С. Потому что продукты с витамином С, они именно хорошо подходят на лето. Для того, чтобы кожа сияла, для того, чтобы выровнять тон кожи, как можно меньше наносить тональный крем, средств тональных на кожу, чтобы не перегружать ее летом. Для этого нужно пользоваться продуктами с содержанием витамин С. И, в общем, рискнула и ни капли не пожалела. Могу смело порекомендовать тем, у кого кожа жирнится летом, тем, у кого неровный тон кожи. Потому что сразу после первого применения я реально увидела результат. Я нанесла вечером, я утром проснулась и увидела, что кожа у меня стала свежее внешне выглядит. И она как-то, знаете, с накоплением, я уже пользуюсь в месяц где-то, я вижу реально, что кожа становится все лучше и лучше. Нет никаких высыпаний сейчас у меня, не знаю. Возможно, это тоже связано с использованием этой сыворотки. Замечательная. Выглядит она как обычная сыворотка прозрачная. Она заявлена как сыворотка для нормальной и жирной кожи. Сейчас у меня кожа как раз летом жирнится. И, знаете, она даже и для сухой, мне кажется, подойдет. Только после сыворотки, но через... Ну, на ночь я ее наношу. Утром я ее не наношу, как бы и в целях экономии. И, ну, не вижу необходимости. На ночь для меня достаточно. Так вот, если кожа сухая, мне кажется, сверху можно просто нанести увлажняющий крем. И тоже будет замечательно. Следующий продукт, который я тоже хочу посоветовать и порекомендовать, считая его тоже одним из лучших моих приобретений с сайта iHerb. Это во второй раз я уже ее заказываю. Заказываю в связи с тем, что умывалка, которая мне нравилась от Faberlic, она почему-то пропала. И уже каталога 4 я ее не вижу. Поэтому пришлось заказывать с iHerb. То, что я в курсе, то, что проверено. Для меня умывалка имеет большое значение. Я заметила, что именно от этого умывания, от умывания лица, зависит это состояние кожи, по крайней мере, у меня. Поэтому я к выбору средств для умывания отношусь очень тщательно и придирчиво. Это средство уже заказываю во второй раз. И довольно им на 100% очищает отлично. Причем очищает не до скрипа. Кожа при этом остается увлажненная, но она чистая. В своем составе содержит такие мелкие, очень мягкие скрабирующие частички. Потому что лично для моей кожи, и я заметила, обычный скраб, который можно купить и скрабить им лицо, он мне не подходит. Как только я начинаю пользоваться скрабом, у меня сразу же через несколько дней начинается высыпание. Возможно, скраб снимает какой-то защитный слой, барьер кожи, и бактерии попадают в поры. И поэтому высыпание, я вообще не знала, из-за чего это происходит. Но я слышала, что такое и есть у многих, что скраб противопоказан. И я вот отношусь к той категории людей, которые не могут пользоваться скрабом, иначе будут прыщики. В этом геле есть мелкие такие скрабирующие частички, которые и очищают, и шелушивают мертвевшие клетки, и одновременно не вызывают у меня высыпания. Именно этим мне он очень нравится. Очень приятный запах. Классно очищает, снимает любой макияж, даже корейский биби-крем, что не характерно для обычных геля для умывания, обычно нужно гидрофильное масло. Этим гелем можно снять и биби-крем, и даже водостойкую косметику. При этом кожа не стянутая после умывания, а довольно увлажненная. Отличное средство, очень удобный дозатор. Также на ее существует такая система, что когда вы делаете заказ, вы можете на пробу взять два товара, именно два, не больше, по очень дешевой цене, как бы как пробники они идут. Чтобы вы могли взять на пробу, многие товары из них неполноразмерные, как именно пробник, как миниатюра, а некоторые товары идут в полноразмерной версии. И вот в последнем заказе я на пробу по одному доллару, если я не ошибаюсь, цена стоит. И они постоянно меняются, кстати, да. Каждый раз, когда я делала заказ, уже какие-то другие новые пробники я пробую. Но я в этот раз отхватила себе две классные вещицы. Первая, это вот такая спортивная бутылочка, наверное, это называется. Я спортом не увлекаюсь, поэтому как правильно это называется, я не знаю. Но ее также можно использовать для кухни, для каких-то омлетов, что-то взбить, потому что она, во-первых, сделана из качественно хорошего плотного такого пластмасса, без запаха. Внутри вставлен вот такой металлический пружинистый шарик, который служит как миксер, хотя у меня, конечно же, есть электрический миксер, но я люблю делать все быстро, и мне гораздо проще сделать, допустим, омлет в такой бутылке, чем доставать миксер, взбивать, потом мыть, ждать, пока он обсохнет, потом попрятать его опять в ящик. В общем, для меня так удобнее. И классно он взбивает, и можно использовать как бутылку-непроливайку, там, брать его с собой в воду, так открывается и плотно закрывается. И объем здесь 600 мл. И вторым продуктом на пробу это был вот такой серум, который в полноразмерной версии. И когда он ко мне пришел, я скептически отнеслась, потому что консистенция у него очень такая некрасивая, неаппетитная на вид. Это похоже на суфле, причем такое грязное суфле с сероватым оттенком и запахом сухого белого вина, которое немного подпортилось. Но поверьте, что увлажняющие свойства у этого серума просто замечательные, и я его использую в местах, где мне нужно сейчас дополнительное увлажнение. Кожа, как я уже говорила, у меня сейчас начала ожирниться. Именно для этого хорошо подходит вот эта сыворотка. То есть у меня сейчас вообще полностью весь ритуал. Бичеря состоит из продуктов сайта iHerb. То есть я сначала умываюсь вот этой умывалкой от Сиву Бьюти, потом я протираю лицо тоником, потом я наношу вот эту сыворотку Дерма Е с витамином С. И для дополнительного увлажнения тех мест, где чаще всего появляются мимические морщинки, то есть это вот эти гусиные лапки, носогубные складки, между бровей, то есть там, где нужно дополнительное увлажнение, я наношу этот серум. Я не знаю, предназначен ли он для области под глаза, но, на мой взгляд, он отлично подходит именно для этой области, потому что он именно не жирный такой, которые вот бывают такие жирные крема, которые, казалось бы, должны хорошо питать, но они оставляют жирную пленку, и они под глаза вообще никак, потому что утром глаза после таких кремов отекают. А здесь именно хорошее увлажнение, то есть он увлажняет и оставляет жирные пленки, и утром глаза хорошо выглядят. Если покупать его не по акции, а просто за полную цену, он тоже бюджетный.